У меня сегодня еще отпуск и сейчас еду на посев Макана Панамеры для группы Вайбер и Класс Агроподдержка. По пути сейчас буду снимать видео на свой канал, канал Агродвиж и как это будет происходить все. Итак, у нас сегодня 7 января, начало посево. Такой торг расходит посев. Здесь кекела в перемешку с Микс Каром. Вчера торф увлажнили с препаратом Привикур в 10 литров воды 15 Привикура миллилитров и увлажнили торф до 100%. И вот таким образом наполнили 260-ю кассету. Для посева используется кассета 260-я, она же служит маркером, чтобы сделать углубление. 260-я, она же служит маркером, чтобы сделать углубление. Так, почему используется кассета 260-я? 60 и сеется через ячейку потому что 106 этой кассеты это 40 на 60 ячейка меньше на маленькой объема и корень быстрее заполняет а наша цель при пикировке вернее при перри перевалки сохранить корень а он будет лучше сохраняться если он будет хорошо держаться в этом торфяном торфяной ячейки плюс посев через ячейку вот здесь посеяли здесь нету здесь посеве то есть вот посевы происходил при всходах растению буду два раза больше места то есть не будет конкурировать с этим же растением а только вот с этим и дольше можно держать в в кассете эти растения и топить меньший объем при этом и и при этом будет заложиться лучше первая кисть так не будет растение друг на друга нарастать то есть не будут затенять друг друга и должна заложиться лучше первая кисть до того как заполнится ячейка корнем то есть посев в 260 через ячейку довольно довольно правда и в такую кассету меч вмещается 130 семян 130 будущих растений и при этом можно дольше подержать в кассете и так после посева после завершения всего посева идет кассеты посеяны заполнится сверху таким вот прям сухим торфом слоем один сантиметр с помощью электропускателя слегка увлажняется не поливается увлажняется верхний торф и накрывается агроволокном и при температуре 25 градусов цельсия на самой к сети меряется температура именно туда находится торф вот здесь при температуре 25 сейчас 24 показывает градуса цельсия ждем сходов для ускорения прорастания семян получения сходов фермер провел барботирование можно видеть что некоторые семена уже начали проклевываться сама на меня здесь барботирование проводилось правильно то есть семена все время находились будто в кипящей воде в подвешенном состоянии в теплице выставлены поддоны на которых стоит кассеты под поддонами проходит шланги отопления подача и обратка для того чтобы корень был в тепле вот у нас после посева вот до посева глубина посева около сантиметра